Три команды, 12 участников и каждый пригласил по пять экспертов. В режиме мозгового штурма они обсуждают камни преткновения реализации одних из самых сложных нацпроектов. Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, производительность труда и поддержка занятости, международная кооперация и экспорт. Мы привносим эти изменения и предложения по улучшению, для того, чтобы, например, быстрее можно было бы зарегистрировать общественную организацию, юрлицо, как его можно было бы быстро ликвидировать, как учетку вести. То есть очень много вопросов. На площадке Самарского регионального ресурсного центра участники с экспертами работают над проектом. Это взаимодействие с внешними экспертами по той проблеме, которая возникает в органах власти, в органах муниципалитета, где они совместными усилиями, совместными взаимоотношениями решают, находят пути и достигают результата. Занятия организованы в рамках соглашения о взаимодействии с Российской академией народного хозяйства и госслужбы при президенте России по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и направлены на содействие достижению целевых показателей по НАСПроектам, реализуемым в соответствии с указом президента Российской Федерации Владимира Путина. Очень большой запрос у Федерации к регионам, чтобы реально выявлялись реальные проблемы регионов, которые мешают им развитию, потому что Министерство экономического развития Российской Федерации настроено максимально оказывать помощь и поддержку регионам для того, чтобы происходил так называемый экономический прорыв. Те идеи, которые мы сейчас все вместе здесь создадим, они лягут в основу реализации национальных проектов, то есть это будет не какая-то теория, это будет теория с практикой. Итогом обсуждения станет региональный проект, с которым команда Самарской области в ноябре отправится в Москву и защитит его перед председателем правительства нашей страны. Татьяна Пудова, Дмитрий Столяров, Новости губернии.